Тема данного ролика возникла, когда решалась задача удлинения перфорированной панели на одном из изделий. Ведь на самом деле задача изменения размеров уже готовой модели SketchUp возникает достаточно регулярно. За примерами далеко ходить не надо. У автора возникли новые идеи, нужно что-то поменять. Допущена ошибка, но с кем не бывает, и нужно ее исправить. Или понравилась модель другого автора, но нужно построить ее под свои размеры. И конечно есть вариант все заново переделать, но ведь можно попробовать поменять размеры, если выбрать правильный и надежный способ. Здравствуйте, меня зовут Юрий и рад вас всех приветствовать. О решении задачи про удлинение перфорированной панели я расскажу в конце ролика, а пока более простые и наглядные способы. Некоторыми из них я уже делился в своих мастер-классах на своем канале, взгляните в плейлист SketchUp для стартеров, если еще не видели. Ссылка на плейлист в описании. Допустим, у нас есть модель вот такого изделия. Эта модель не из жизни, она скорее демонстрационная, но в жизни иногда не такую встречу. Это каркас, который был построен в одном из предыдущих мастер-классов, наверняка вы его помните. Я достроил верхние царги, причем не самой простой формы, а с разичным закруглением. Радиус закругления 1000 мм. Задача удлинить каркас на 200 мм. Передвигаем две ножки вместе с яичными царгами на 200 мм. Теперь нужно надлинить продольные царги. Сначала нижние. Воспользуемся способом, который возможно тоже уже был показан в пятом ролике про косой рец. Входим в компонент и выделяем инструмент о выделении все элементы царги, которые нам нужно передвинуть. Выделить можно, нажав левую кнопку мыши и охватив появившейся прямоугольником всю область, все нужные компоненты. Далее выбираем инструмент переместить. Для надежности нажимаем стрелку влево на клавиатуре, задавая тем самым направление перемещения по зеленой оси и двигаем наш выделенный элемент на 200 мм. Отличный результат. Кстати, приглашаю перейти по ссылке в конце ролика и я покажу, как удлинить деталь не в компьютерной модели, а в реальности, в солярной мастерской. Ну а подписка на канал позволит вам быть в курсе и других идей из области солярки и трехмерного моделирования, которыми я делюсь с подписчиками на моем канале. Получится ли такой же фокус с верхними царгами, учитывая то, что здесь мы имеем дело с закруглением? Давайте попробуем. Входим в компонент и уделяем инструментом выделения все элементы, которые нам нужно передвинуть. Если что-то не выделилось или схватили лишнее, подправить это можно, нажав клавишу shift и кликаем на нужный компонент. Далее выбираем инструмент переместить. Для надежности нажимаем стрелку влево на клавиатуре, задавая тем самым направление перемещения по зеленой оси и двигаем наш выделенный элемент на 200 миллиметров. Вот что-то получилось. Можем проверить, что у нас получилось с закруглением. Проверим радиус. Было 1000 миллиметров, стало примерно 1285. При этом окружность правильной формы. Это так SketchUp за нас посчитал, за что им большое спасибо. Нетрудно предположить, что и другие элементы непрямоугольной формы, например трапеции, пирамиды, параллелепипеды. SketchUp тоже будет перечитывать достаточно корректно. Вы сами сможете в этом убедиться, если вдруг возникнет такая задача. И может быть даже поделитесь своим оптом в комментариях к этому ролику, ну а пока оцените этот ролик лайком. Вам же нетрудно выразить свои отношения. А теперь про перфорированную панель. Возникла задача несколько модифицировать станок плашетный фрезерный рейсмус, разработанный автором канала Яков Столяр. Вот справа сама модель станка и ссылка на ролик про этот отличный станок. Модификация заключалась в его удлинении, чтобы мастер мог обработать слой длиной до 3 метров. Как удлинить перфорированную панель? Можно, конечно, смоделировать заново. Я показывал в отдельном мастер-классе, как это сделать несколько кликов мыши. Но тогда нужно будет переназначить модели все сноски, слои и прочие атрибуты, законченные трехмерно на модели станка. Поэтому я решил удлинить существующую панель. Показанный чуть ранее способ здесь не очень подходит. Его можно, конечно, применить, но тогда придется заново просверлить несколько десятков отверстий. А это так себе занятие. Я решил сделать по-другому. Сейчас панель длиной 2000 мм. Нужно сделать 3000 мм с сохранением шага отверстий. Я на панели отступаю от края 475 мм и выставляю направляющие как раз ровно между двумя рядами отверстий. После этого отмеряю ровно 1000 мм и ставлю второй направляющий. Ну а дальше, вы наверно уже догадались. Да, я вырезаю из панели кусок длиной ровно один метр. Выделяю крайнюю часть, прицелившись поточнее вдоль линии реза. Из выделения создаю группу. Это нужно для того, чтобы безболезненно передвинуть этот элемент. И передвигаю его на 1000 мм. После этого прицеливаюсь поточнее вдоль линии второго реза и выделяю этот метровый кусок. Копируй его, после чего эту копию вставляй на новое место. Субтитры делал DimaTorzok Чтобы отменить ранее сделанную группировку часть элементов, выбираю группу и через пункт контекстного меню «Разъединить», отменяю группировку. Осталось только убрать ненужные линии реза и результат готов. Как будто вновь сделанная панель с размерами 900 на 3000 мм. Уверен, что вам понятно, что показанными способами можно не только удлинять, но и укорачивать детали. То есть менять геометрию, не переделывая работу сначала. И повторюсь, мною эти способы периодически применяются, когда нужно что-то переделать в ранее созданной мной уже модели или переделать по свои размеры модели, любезно предоставленные другими авторами. Приглашаю вас посмотреть ролики по ссылкам в конце, если вы их еще не видели. Желаю вам всего наилучшего и до новых встреч!